Друзья, всем привет! Мы на канале Белов Лайф. В нашем городе происходит так много событий, о которых мы даже не подозреваем. И я, и мой доступ к большому пространству интернета не всегда могу уследить за этими событиями, но сегодня у меня интересный гость, и мы поговорим об абсолютно уникальном проекте. Это фильм, который называется «Бабочки на рассвете». Сейчас этот фильм в производстве, и я с большим удовольствием пригласил к себе в студию гостей, людей, которые причастны к этому проекту, и люди, которые подробно расскажут об этом проекте. Мак Кэмбо – это режиссер фильма «Бабочки на рассвете», и Лена Каханова – человек, который является фэшн-продюсером и кастинг-директором проекта. Всем привет! Добрый день, коллеги! Ну давайте сначала режиссеру вопрос, все-таки о чем этот фильм, и правильно я понимаю, это документальный фильм? Да, это именно первый фильм в Крестнирске. Это фильм о жизни самого модели. Как она живет, как она растет, какие ее предпочтения о том, 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 о том фильме. Мы обязательно его переведем, потому что не важно. Мак, ты откуда вообще сам? Окей, я говорю немножко по-русски. Вот, вот скажи нам по-русски, откуда ты что-то делаешь? Да, я люблю русский. Саша уже сказал, меня зовут Мак, я сам из Калифорнии, в Лос-Анджелесе, живу здесь уже 12 лет. Русский так нормально, не очень хорошо. Лена, кто участвует в фильме, я правильно понимаю, там какой-то набор моделей, да? Да, это был набор моделей, модели агентств, и здесь участвуют модели разного возраста, начиная от 18, заканчивая самые элегантные модели 56 лет, то есть все модели агентства задействованы, и учитывалось на кастинге, где и Мак был, и представители музыкального театра. А ты непосредственно участие в отборе же принимал? Да, безусловно. От тебя зависело, кто будет сниматься? Ну, во-первых, модели с определенными навыками, потому что все модели, которые участвовали, они должны были представить определенный отрывок, либо это стихотворение, либо это какая-то сценка, и все модели, кто был задействован, конечно, я смотрела и на навыки актерского мастерства, и не только я, но и все. Слово сломало шаблон, модели, я думал, это те, которые просто будут ходить и пасировать, но как говоришь, они стихотворение читали. Нет, на самом деле модели ценятся и не только как они ходят по подиуму, но и что они несут, какой позыв, то есть насколько они эмоциональны, потому что все-таки документальный фильм, и здесь мы говорим об эмоциональной составляющей для того, чтобы раскрыться, и задача-то основная наша какая, как вот Мак говорил, да, что раскрытие моделей, особенности модели, как они развивались, и к чему они пришли. Поэтому учитывалось и как они стоят, как они ведут, как они читают, и их актерские способности. Мак, вопрос у тебя, почему именно о моделях этот документальный фильм? Окей, о моделях, потому что, например, сейчас мы живем в современном времени, время, да, и здесь я знаю, что и для моделей это самый большой челлендж, это визор, это самая большая задача, что у них много есть стресс, у них много есть комплекса, что они не красивые. Это просто как их путешествовать до открытия своих внутренний мир. Поэтому я просто думаю, что нет, я хочу сделать фильм, и я просто хочу сделать это в целом новом сцене. Хочу просто показать мир, что модель это не простой человек, там много визов и много сил, которые нужны. А ты согласишься, зная, что вот там, где ты живешь, и приехав сюда, в Россию, в Сибирь, что в Сибири самый красивый... Да, я согласен. Мы подтверждаем это правило? Абсолютно. Окей. Просто я, знаешь, все время задаю этот вопрос людям, особенно, которые не только с регионов России приезжают, а за границей. И я каждый раз, это работает в 100%, всегда, конечно, в Сибири. Не вообще в России, а в Сибири. В Сибирь, да. В Сибирь красиво, очень. Абсолютно. Как вы вообще приняли идею фильма в сами модели, вот те, которых отбирали, с модельного агентства? Ну, на самом деле, Мак предложил первый сделать фильм. У меня всегда, ну, не всегда, я очень долго вынашивала идею по, действительно, фильму. Но я планировала художественный фильм, и Мак предложил это не художественный, а документальный. Естественно, я предложение приняла, и идея показалась немножко странная. Как эта модель может быть в фильме, а что она делает, какие сцены, к чему надо быть готовым. И первое, что я им сказала, говорю, девочки, расслабьтесь, все будет хорошо. Вы пройдете все. Потому что, когда есть кастинг, да, первое, что срабатывает у каждого человека, а кто первый, а кто пройдет, а кто лучший, а кто худший. И я всех успокоила, спасибо Маку, что будут участвовать все модели. Все расслабились, все хорошо. Мы каждый этап фильма, потому что у нас этих этапов было и не один, и не два, будем рассказывать, что будет, как это будет, что от вас требуется, какие навыки, потому что актерское тоже должно быть. Ну, и как ты говорил, да, модель – это дефиле, это подиумный шаг, это походка, это осанка, и это тоже было. Поэтому восприняли исключительно спокойно, после такого, знаешь, целеполагания, а к чему же мы придем, и что же у нас будет. А будет фильм, хороший, красивый фильм о моделях. Откуда идея появилась вообще создания фильма? Это же наверняка не случайно, да? Да, 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 да. Но я всегда хотел снимать любой документальный фильм про жизнь человека. Это очень искусственно. Саша, главное знать, что у каждого человека есть своя уникальная способность. Тогда почему не можем просто трансформировать это на искусство и показывать? Поэтому у меня идея просто пришла, что хочу просто показывать мне, что да, есть как модельную сферу, которая реально в России очень уникальная, которая в других странах не очень глубоко, как здесь. Ну, я даже могу подтвердить, я знаю много моделей, вот в частности из Сибири, не только в России, которые сейчас востребованы достаточно за рубежом, профессионально снимаются, и таких девчонок очень много. И причем девчонки из Красноярска, многие из Красноярска, да, да. Причем у нас, начиная с малого возраста, я тоже причастен к многим проектам фэшн, показам. Я их знаю лично, поэтому могу здесь точно говорить. Лена, какие для моделей сцены были самыми сложными? Мы еще сейчас в процессе создания, но тем не менее уже есть материалы. Вот это хороший вопрос. Да, я думаю, Мак тоже ответит. Сам, ну, как мне показалось, да, во-первых, именно боязнь камеры, скорее всего, что говорить, да, говорить, да, что сказать, мы как бы настраивали, да, модели, а как себя расслабиться, куда смотреть. Даже есть такой момент, мы переснимали несколько кадров, когда идет съемка, и модель смотрит в камеру. И вот пошел-пошел-пошел оператор, и глаза куда-то пошли. То есть умение расслабиться в камере, умение, в принципе, расслабиться, вот это, наверное, самый такой сложный момент. Ну, а что говорить? Давали время, там, 3-5 минут, девушка настраивалась, садилась и все говорила. Ну, да, есть даже вообще, в принципе, в шоу-бизнесе некие правила, когда ты не смотришь на камеру, а на сцене, когда ты стоишь, нельзя смотреть в глаза. Ты смотришь там поверх... Поверх, да. Это уже не знаю, там, если вы привлекали каких-то специалистов, чтобы... Нет, просто очень интересно было, потому что, ну, я понимаю, что у нас американцы, русские, европейские, азиатские, у нас есть разный взгляд. Ну, у каждого человека есть свой взгляд. Но, когда я вижу какой-то человек, реально, я всегда ищу какое-то искусство. О, давай сделаем кино, давай снимаем, снимем тебя на кино. И реально, вот это очень большой призов был. Я могу ошибаться, но мне кажется, наши все-таки русские люди более закомплексованные. Да, да, да. Они более открыты, что ли? Да, да, да. Вот это тема, я абсолютно согласен. Поэтому добавлю немножко, поэтому перед каждой съемкой фильма у нас было занятие по актерскому мастерству, где именно учили, как смотреть в камеру, как расслабиться, как себя представить, что говорить. А были какие-то срывы на площадке? Ну, там модели говорили, не буду больше ничего делать, а вам не получается, отстаньте от меня. Саша, ну это было, во-первых, впервые, да, вот в таком формате. Было, наверное, не срыв, а наоборот, возврат моделей, потому что многие уходили. Мак говорит, да, давай возьмем у нее интервью, она уже ушла на другое, конец города. Я говорю, возвращайся, ты нам нужна. Как? Сейчас? Да. Пока идешь, готовь речь, что ты будешь говорить? Вот это было, да. Я думаю, никого не было. Нет, никого не было, да, не было такого, чтобы недовольного. Да, это было хорошо. Такой вопрос, мне кажется, очень важный. Понятно, что есть идея снять фильм, показать зрителям, может быть, красноярским, может быть, даже и американским, но, как мне кажется, снимая фильм, есть более глобальная цель поучаствовать в каких-то конкурсах. Для чего вообще? Какая цель глобальная? Да. Да. Что мы участвуем, мы будем участвовать. Это кино называется Liftoff, Liftoff Global Network. Это международный кинофестиваль. Международный фестиваль. Международный фестиваль. Который происходит в 21 странах. 21 странах мира. Главный это США, и Лондон, England. Международный фестиваль. После готовности съемки я буду отправить это, потому что я международный руководитель на этот фестиваль. Участвую. Есть желание? Есть желание, да. Участвовать? Да, 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 да. Самое главное желание, чтобы абсолютно победить. Но для документального кино, мой взгляд, очень глубокий. Я реально хочу просто показывать людям, что такое модельная индустрия в России. Особенно в Сибири. Да. Потому что здесь есть погода, немножко другой. Юрнушка. Немножко другой. Да, 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 да. Но... А им там интересно. Очень, очень, очень. Они даже не представляют, о чем идет речь. Очень. Особенно я хочу добавлять, что главный цель этого международного кинофестиваля, чтобы еще показывали доброту людей и обязательно культуру Сибири. Потому что в мире не знаешь очень много информации, про какие прекрасные люди живешь в Сибири. Поэтому... Ну и я... Я бы хотела добавить, да? Что вот именно съемки фильма дали какой-то определенный толчок для моделей, чтобы раскрыться, чтобы идти дальше. И как ни странно, вот как они мне подходили, говорили, что исчезли какие-то определенные комплексы. Многие даже пошли дальше учиться. Постоянно спрашивают, как там, как дела у Мака, когда будет фильм, когда мы уже увидим его. Но самое интересное, Мак, ты тоже не знаешь об этом. Ко мне начали писать несколько компаний, которые спрашивают, а будет ли фильм транслироваться на экранах в Красноярске? Можем ли мы стать партнерами фильма? Может быть, что-то стоит добавить там и так далее. То есть это набирает обороты. Мак, будь готов к этому. А будет ли транслироваться? Я думаю, что если, как сказал Мак, есть желание, значит, будем работать в этом направлении. Потому что цель есть. Как вам вместе работается вообще, в принципе, есть какие-то преграды, там, языковой проект? Ну, Лена, я знаю. We know each other about more than six years. Да, more than six years. Да, мы знаем друг друга больше шести лет. Да, познакомились на мероприятии, вот. И как-то так вот, может быть, знание английского языка и позволили... Ну, язык, я не думаю, что какая-то преграда. Нет, нет. Я вообще в целом, ты же понимаешь... Нет, нет, нет. У нас не было никакой границы. Мы абсолютно... Для тебя свой взгляд, Лена, я по-другому. Я могу сказать, что она меня всегда поддерживает очень сильно. И самое главное, что мы всегда ищем какая-то... Общий пункт. И она всегда скажет... То есть, точка специалистами. Да, да, да. И она всегда скажет... Окей, Мак, как? As you want? How you want? Как ты видишь? Все отлично. Я готова. Нет, я... И Олегу тоже знаю давно. Если что-то ей не нравится, она всегда скажет. Да, да, да. Это я. Поэтому ты тут попал. С другой стороны, мы же все нормальные, адекватные. Если что-то не получается, находим компромисс. Это же нормально. Да. Слушай, ну и у вас все дела общее. Вы можете, конечно, не сказать что-то. Но с другой стороны, вам нужен результат. Да, конечно. А это важнее, чем ваши какие-то там личные мнения. Да. Ну, давайте самый главный вопрос. Все-таки, когда фильм выйдет, сейчас на сколько процентов уже отснято, готово. Отснято. И в этом году мы все-таки увидим. Я уже задавал вопрос, будет ли показ в Красноярске. Но вот такие вопросы, которые наверняка зрители спросят. Интересно вашу работу посмотреть, когда выйдет, выходит фильм. Какие сроки? Ну, я думаю, Макс скажет. Да, да. Скажи, пожалуйста. У нас осталась еще часть съемок. Одна часть съемки, да. Одна часть осталась. И после монтажа, если все, монтаж максимум до 15 февраля. Близко. Да. Может быть, раньше тоже. Особенно крайний срок. The deadline. The deadline of sending the movie. Это 28 февраля. Ну, это мы уже будем готовиться. Я и... Вы в конкурсе вывязываетесь? Конкурс, да. Да, да. Уже отправлен. И самое главное, что я... Максимум, перед 15 февраля мы можем положить это кино на американский YouTube канал. Можно посмотреть всех. Абсолютно. Никакой подписчиков этого. Просто и для всех. Это и для меня. Все. Ну, мы тогда, если будет это в общем доступе и у себя на канале разместим. Я думаю, что посмотрим. Лена, есть что добавить? Да. В конце, вот Макс сказал, что дедлайны до 15 февраля. Да. В конце января планируем также часть работы с моделями. Либо это будет мероприятие, либо это будет часть какого-то мероприятия. Вот. Ну и соответственно также будут съемки. И уже потом, потому что после каждого отснятого материала мы садимся с Маком и переводим ту или иную речь моделей, которые были в эфире. Потому что, как Мак говорил, это будет титры, да. Потому что, ну, одно дело, мы знаем язык, да. Другое дело, кто-то знает, кто-то не знает. Поэтому субтитры будут. Вот. Поэтому в конце января у нас еще будет часть мероприятия. И там уже занимаемся монтажом и ждем. Завершая нашу беседу, вот еще такой вопрос. Будут ли в фильмах показана не только женская красота модели, но еще и наши прекрасные пейзажи. Да, да, да. А у нас есть чем удивить, тем более публика, если будет такая международная. Да, да, да. Согласна. Я всегда открыт для нового искусства, новые мероприятия, возможности. Я всегда открыт. Еще немножко буду добавлять. Саша, это будет очень интересно и для вам, и для ваших зрителей тоже. Первое, я думаю, что это кино мы абсолютно будем снимать на английском. А потом меня просто получилось, что нет, я буду добавлять английский субтитров. Пусть это язык будет на русском, потому что самые первые русские люди должны узнавать, какой огромный у нас есть пол и для какого-то искусства, какое-то кино. Я не могу сказать, что я очень профессиональный. Нет, я не мастер. Но я только могу сказать, что я такой человек, я всегда поддерживаю свой взгляд. Мой взгляд, это очень-очень глубоко, как я вижу, я всегда это поддерживаю. Марк, конечно, скромно, что он не профессионал. Да, я не профессионал. Он большой профессионал. Надо было такую идею разбить, чтобы ее предложить, поэтому ты зря там. Друзья, вы знаете, я хочу пожелать вам удачи. В вашем проекте интересно, необычно, тем более, что вы участвуете в конкурсной программе фестиваля. В ближайшее время мы обязательно, я думаю, что увидим вашу картину. Сейчас дорабатывайте, заканчивайте и выкладывайте. Мы все посмотрим. И еще раз нашим зрителям напоминаю, что сегодня мы говорили про фильм, который совсем скоро выйдет. Это документальный фильм про модели «Бабочки на рассвете». Мак Кэмбу, режиссер фильма, и Елена Каханова, человек, который занимался непосредственным фэшн-набором моделей, кастингом. И, в общем-то, все, коллеги, спасибо вам огромное. Спасибо большое. Спасибо, очень приятно.